Микс Ньюс Добрый день, добрый вечер Абулыня выпускала книги Детаретума, конечно И в принципе Новая книга Дмитрия Ранцева Медитации и подробности Версии кинокритика Это какой-то, я понимаю Тоже как Для музыканта, наверное Выпуск пластинки, альбома Он может выпускать отдельные хиты А здесь это все собрано в одном месте И это, я понимаю, 10 текстов Которые писались на проезжении 10 лет Да, это как бы сборник лучшего За 10 лет работы И так получилось, что Там действительно было Гораздо больше текстов написанных Отбирали довольно тщательно Все самое интересное То, что Скомплектовалось Потому что была часть текстов Которые под вопросом Братья или не братья Потом поняли, что они как-то Что-то не укладывается в концепцию Хотя сам по себе текст интересный И так далее Но как сложилось, так сложилось И, кстати говоря, о книгах Выпускаются книги по О кино, скажем так У нас в стране В основном На латышском языке Ну вот в таком Латышском сегменте, что ли Моя книга Она и на русском, и на латышском То есть два Идентичных тома Абсолютно там Одни и те же тексты Одни и те же иллюстрации Просто разный язык Так что Те, кто говорит по-латышски Они вполне могут Но вообще, конечно Скажем Мои друзья латыши И те, кто знают русский Достаточно хорошо Я бы им посоветовал Все же читать книгу на русском Потому что Всегда есть так называемые Трудности перевода И Ну обычно там Говорят такое про поэзию Но даже здесь Где-то текст теряет Может быть что-то и находят Но есть такие В общем-то моменты Когда Ну сожалеешь Ну ладно, пусть так А есть какая-то игра слов Еще что-то Это все утрачивается Так что лучше читать В оригинале на русском языке Ну вот когда я был На презентации книги Звучало И во-первых От переводчиков Конечно очень Ну То, что им было С одной стороны Невероятно интересно Работать с текстом И с другой стороны Это был вызов Потому что им нужно было Передать смыслы Которые не сразу Даже прочитываются И на русском-то языке Иногда бывает Что нужно перечитать фразу Для того, чтобы Как-то осмыслить И уложить в голове Потому что это не Сразу хочу предупредить Но тексты Которые Дают Просто представление В фильме То есть Ну я понимаю Что многие Может быть воспринимают Работу кинокритика И такого рода Уже сборники текстов Как просто Такой справочник Путеводитель Когда человек Там открывает Чтобы там посмотреть Сегодня вечером Тыкает пальцем Вот хочу посмотреть Значит в жанр комедия Смотрит Какие комедии Почитает аннотацию А вот Ну наверное Вот этот фильм Я хочу посмотреть Здесь это как раз Не такой случай И наверное Это определяет Вот как раз Вот вы, Дмитрий, сказали Концепция Что же было концепцией Вот что было В идее Почему это называется Медитацией И подробности Вот такое название И какая была концепция Я бы хотел еще пару слов Сказать Вот об этом мифе Я такое тоже слышал Что в общем-то Написать рецензию Это проще простого Перескажи содержание И в конце Поставь оценку Я как раз против Такого подхода Категорически И даже когда Заказчики Ну те, кто просит Мне написать Какую-то статью Они говорят Что допустим Там Сколько-то процентов Должно быть посвящено Содержанию фильма Для меня это всегда Достаточно мучительно Я не люблю Пересказывать содержание Мне кажется Это Ну какая-то Трата слов Что ли лишняя Поэтому Эти тексты Они скорее предназначены Для тех Кто уже Уже посмотрел фильм Может быть Будет пересматривать После прочтения статьи Или Просто прочитает И Откроет для себя Что-то новое И вот В этом Наверное Такая Концепция Что это действительно Не сиюминутный гид О том Что сейчас И сегодня Посмотреть Это Результат Десятилетней работы В котором Определяется Ну вот Что ли Расширение Ну не сознания Но расширение Понимания того Как мы видим кино И чего мы хотим От кино И поэтому Можно сказать Вот об этом Слове медитации Я Когда придумал Название Мне это казалось Все довольно смело Я не знал Как это все Воспримет Публика Но Я Прекрасно Осознаю Процесс Написания Текста Это Процесс Достаточно Сложный Многоступенчатый И В какой-то момент Наверное Самый приятный момент Он Подобен Той самой Медитации Когда ты уже Попадаешь На эту волну И уже Сама волна Тебя несет Дальше Это такое Очень приятное Даже Эйфорическое Состояние Когда ты Попадаешь В резонанс С фильмом В резонанс Своего диалога С этим фильмом Вот отсюда Слово Медитации И Кстати Я Вот это уточнение Добавил Версия Кинокритика Не случайно Потому что Медитации Там На разные Темы Даже Есть одна Статья Вовсе Не о кино А о современном Искусстве Но Статья Для меня Дорогая Поэтому Мы ее Тоже Решили Включить Ну А что Касается Подробностей Это Тоже Касается Моего Подхода К К тому Как я Вижу Важно Покопаться В материале Фильма Разобраться И Вот Я люблю Написать Например О том Что На такой-то Минуте На такой-то Секунде Камера Была настроена Так И мы увидели Вот такой Ракурс И в этой Оптике Допустим Был размытый Фокус На заднем Плане А потом Через 32 минуты Это повторилось И отсюда Вытекают Такие-то Смыслы То есть Для меня Важны Вот такие Вещи Которые Может быть При первом Взгляде При первом Просмотре Фильма Не будут Заметны Но Которые Оказываются Для понимания Фильма Достаточно Важны И я могу Привести Такой Пример Есть У нас Такой Замечательный Режиссер Инара Колмана В книге Три статьи Посвящены Ее Фильмам Два Художественных Один Документальный И ее Вот Последний На сегодня Художественный Фильм Билла Который В прошлом Году Нашумел Мне кажется Получил Множество Призов И так Получилось Что когда Вышла Моя Рецензия На латышском Музыке Инара Колмана Она Прямо Была Обратная Связь Она Мне говорила Что Прямо Я увидел Все Что Они Задумывали Но Что Им Даже Не До Конца Удалось Уплатить Но Все Ромно Благодаря Какой Мощной Интенции Фильма Художественной Мне Все Так Удалось Это Углядеть И Передать Своим Текстом То есть Тут Было Некое Попадание В точку В том Что касается Этих Самых Подробностей Если Были ли Случаи Когда Может быть Было Замечено Больше Какие-то Смыслы Которые Может быть Даже Режиссеру Были Он Может быть Вкладывал Неосознанно И только После Этой Рецензии Он Вдруг Понимал Что Может быть Именно Это Было У него Где-то В подсознании Ну Я думаю Такое Постоянно Происходит В той Или Иной Степени Конкретно Мне так Режиссеры Не сообщали Что Именно Так Случилось Я Думаю Ну Вряд ли Кто-то Захочет Признаваться То есть Если Там Допустим Какой-то Более Комплементарный Разбор Происходит Ну Режиссер Он Где-то Даже Задним Числом Подумает Что Ну Я же Так И Задумал Все Сложилось И Все равно Когда Есть Фильм Потом Есть Статья Совокупная Статья Это Все равно Складывается В какое-то Общее Такое Ментальное Что-ли Пространство И Мы уже Забываем Каким Был Этот фильм До того Как на него Появились Рецензии Ну Мне кажется Есть Вот Такой Момент Есть Реакция Зрителей Реакция Самых Простых Зрителей Реакция Критиков Есть Фильм И Все Это Место Образует Какую-то Жизнь Фильма Где Уже Происходят Какие-то Свои Сюжеты То То есть Очень Важно Увидеть Может быть Фильм До того Как на него Появились Рецензии Чтобы Это Было Свежее Восприятие Не Замутненное Какими-то Другими Уже Ну Если Я Собираюсь О конкретном Фильме Писать То я Как правило Стараюсь Не читать То что Пишут Коллеги Чтобы На меня Это не Воздействовало Мне это Не мешало Но в редких Случаях Мне попадает Какая-то Информация Вот Формируется Какое-то Общее Мнение И тогда Я Указываю На то Что Несмотря На сложившееся Мнение Я считаю Вот так То есть У меня Ну Достаточно Регулярно Случается Что Ну И Можно сказать Что я плыву Против течения Что вот Общее Мнение Складывается Об этом Фильме Таким Образом Но Дальше Я пишу Статью Где Это В общем Совершенно Не так Но Честь и Хвала Нашим Редактором Они Это Все Публикуют Они За Плюрализм И За То Чтобы Разные Мнения Были Ну Вот Против течения Есть ли Какие-то Действительно Я не знаю Примеры Того Когда Это Имеется Ввиду Кому-то Нравился Фильм В восторге А Не Ну Я могу Конкретно Пример Привести Да Вот В книге Есть Рецензия Был Такой Документальный Фильм Дота С Бывший Математик Перевел Его Дано Моя Мать Тем более Что там Герой Фильма Тоже Математик И Поэтому Дота С Лилумс Я думаю Что это Как Дано Переводится Как Уравнение В задачках И Ева Озелина Она Перед этим Сняла Довольно Нашумевший Фильм Мой Отец Банкир Я его К сожалению Не видел И Может быть Это даже Хорошо У меня Не было Какого-то Такого Ну Контекста Который Меня Настроил Определенным Образом Знаете Так тоже Бывает Тебе Понравились Фильмы Другие Фильмы Этого Режиссера И Несмотря На какие-то Недостатки Их Прощаешь Ну Он же Там Замечательный Режиссер Все равно И поэтому Я смотрел Его Так Без Предубеждений Каких-то И Когда Закончился Фильм На премьере И вот После Сразу Очень много Было Отзывов И в такой Культурной Общественности Что ли И все Говорили Что Вот это Очень смело Но я Удивился Потому что Говорили А смелость В том Что Как можно Смело Говорить Об отношениях О сложных Отношениях Матери И сына Мне кажется Это не смело Потому что Отношения Матери И сына Часто Бывают Сложными Особенно Если Они Построены Вот Таким Ну что ли Дихотомичным Способом Когда есть Это пара Мать и сын А у сына Там нету Своей семьи И мать Тоже Одинока Эти сложности Почти всегда Возникают И Большой смелости Тут мне кажется Нет В том плане Что Видели мы Фильмы И посмелее А я пытался Разобраться Конкретно Вот В недостатках Почему И что Не получилось Аргументируя И в общем Эта статья Получилась Не слишком Комплементарна Хотя я стараюсь Не давать Оценок Написать О каких-то Недостатках На материале Этого фильма Исходя Из того Что Сняли Я говорю Что Вот тут Так А тут Так Ну все Это можно Прочитать Но самое Интересное Что Не критиковать Вот Мы сталкиваемся Действительно С тем Что Когда Речь идет О кино Одно Дело Когда Мы Можем Там Не знаю Ругать Фильм Тарантино И понятно Что это Вряд ли Может быть Тарантино Прочитает Эту рецензию И будет Плакать Ночью В подушку А вот Когда Ну все Таки Мы Говорим О нашем Латвийском Кино То здесь Вроде бы Мы Сталкиваемся И с этими Людьми Иногда Бывает Ну вот Действительно Неудобно Или Неудобно Говорить В лицо Ну Получается Что Писать Какие-то Может быть Вещи С людям Которыми Ты Потом Встречаешься И Здороваешься И вот Вот этот Момент Думаю Что Это В любой Стране У нас Страна Маленькая Но Я думаю В той же России Все режиссеры Со всеми Критиками Более-менее Знакомы И вот Я тоже Там Наверное С большинством Режиссеров Активно Снимающих Знаком У меня Была Ситуация С Евгением Пашкевичем Вот Как раз Его фильм Гольфстрим Под Айсбергом Я тоже Оценил Не слишком Положительно И Редактор Портала Кинорак Тогда Этот текст Был опубликован Впервые Она переживала Как Пашкевич Это воспримет Тем более Уже Человек Не совсем Молодой Пашкевич Сказал Что Ранцев Может писать Все что он хочет То есть Он Ко мне Относится Очень Тепло И подружески И Он эту критику Воспринял Очень конструктивно Мы с ним Потом Беседовали Встречались Специально Говорили О его Других Фильмах О его Карьере Он Что-то Объяснял И он Прекрасно Понимает Что Критика С моей Стороны Это не значит Что надо Посыпать голову Пеплом Это всего лишь Частное мнение Я такое Видел Каждый зритель Вольно Видеть по своему Ну то есть Пока Пока у меня Не было Таких В этом плане Больших проблем Тем более Что я изначально Очень доброжелательно Все таки настроен И как правило Даже вот Бывает Что я Отдаю Русский Текст На Русскоязычный Портал И мне говорят Ну Разве Действительно ли Этот фильм Настолько Хорош Как ты написал Вот Но Мне Тут есть такое Что Вот есть Тарантино А есть Например Станислав Такалов И действительно Станислав Такалов Там что-то Такое Интересное Снял И я Всегда Считаю Что Нет разницы Такалов Это Латвийский Режиссер Или это Голливудский Режиссер Я оцениваю Конкретно Качество Материала О чем Писать Интереснее Все таки О работах Латвийского Кино И почему Так много Фильмов Именно Текстов О латвийском Кино В этой книге Или Ну вот Ну я скажу Сразу Да О структуре Книги В двух словах Если можно В книге 34 текста Из них 18 Посвящены Латвийскому Фильму Плюс еще Там Есть Больше Половины Больше Половины Плюс еще Есть вот Этот фильм Про Современное Искурство Которое Тоже Латвийское И есть Беседа С латвийским Критиком Вадимом Агапом Правда О Зарубежном Сериале Ну то есть Вот Латвийский Контекст Занимает Уверенно Большую Часть И я Скажу Так Что Мне наверное Все таки Интереснее Писать Про Латвийское Кино Даже Не знаю Почему Может быть Вот есть Какая-то Близость Того Что Оно Сделано Здесь Мне Все эти Реалии Близки Мне Вот Это Как-то Хочется Разобрать И Понять Особым Образом Потому что Зарубежные Фильмы Ну Написал Про Сорентина Предоставил Свой взгляд Все Здорово Но это Вот Как-то Мой Такой Ну Не знаю Вот это Просто Мой Текст Который Вот Остался Для Читателей В итоге Как-то Влияет Наверное И Последующая Жизнь Текста Потому что Текст В латвийском Фильме Он Потом Больше Резонанс Имеет Благодаря Тому Что Мы Здесь Живем Хотя У меня Есть Очень Дорогой Мне Текст В этой Книге О Зарубежном Фильме Это Последний Фильм Анжи Жулавского Космос Он Вот Снял Его И шел Из жизни И тем более Что этот Фильм снят По роману Одного Из моих Любимейших Писателей Витальда Гомбровича И мне все это было Безумно Интересно Я очень горжусь Этим Текстом Потому что Я там И Гомбровича Разобрал И Жулавского И вот этот Конкретный Фильм И Ну вот Тут обратной Связи быть не может И Гомбрович и Жулавский Уже умерли И это Такой Ну вот Текст Вообще Ну который Я надеюсь Тоже не пропадет В общем Контексте Ну а с другой С другой стороны Обратная связь Была с Обзором Фильма Левиафан Вот разбором Да Может быть Ну вот пару слов Да Это не латвийский Контекст Но так получилось Что Не помню уж Каким образом У меня оказался Адрес электронной Почты Звягинцева И я ему просто Послал Электронное Письмо И он как-то Сразу ответил По-простому И потом уже Вот Послал ему Этот текст Он Даже попросил Своих Помощников Опубликовать На своей Персональной Странице И то же самое Потом было Еще с одной Рецензией На его фильм Нелюбовь А потом Мы с ним Даже познакомились На Балтийской Жемчужине Там Пять минут Поболтали То есть Это уже Да Вот обратная Связь С нероссийским Режиссером То есть Он там Такой Человек Достаточно Уравновешенный Без особых Эмоций Но он говорит Что текст Им показался Достаточно Интересным Чтобы его Опубликовать На персональной Странице Я думаю Что это уже Неплохо Потому что Понятно Что Азвягинцев Пишут Лучшие Перья Российской Критики Мы сейчас Сделаем Небольшую паузу После чего Продолжим Программу Синема Я напомню Что Дмитрий Ранцев Сегодня в студии Мы говорим О его новой книге Медитации И подробности Версия Кинокритика Микс Печать Насколько Реализовать И Довели Дело Всякие моменты Были И сложные В том числе Но я бы хотел Пару слов Сказать о том Как читать Эту книгу Там Как я уже говорил 34 текста Но есть еще Предисловие Предисловие написала Даниэла Засмана Латышский Кинопублицист Она Очень известна В латышской Киносреде И предисловие Довольно Интересное Потому что Мы с ней Не были знакомы До начала Работы над книгой И она Ну абсолютно Со стороны Увидела мои тексты И это Тоже такой Объем Получился В итоге И у нее Такой текст Тоже творческий Соответственно Он написан Очень так Образно Художественно То есть Это Ну не Как сказать Не такая Сухая Ну вот Как бы Обязанность Что-то Вотрошаркиваться И там Как-то сказать Пару добрых слов То есть Очень он Такой Живой И дружеский Да И Ну вот Вчера я даже Услышал На латвийском радио ЛР1 На латышском языке Немножко Рассказывали О моей книге И была такая Даже Ну почти претензия Что вот Мы листаем В начале Содержания И там Есть Какие-то Названия Текстов Текстов Да Ну вот Я там Открою Антислово Крылья Как симптом Мертвая природа Танцы на грани И значит Невозможно понять О каком же Конкретно Фильме Идет речь Но Содержание Это указано Если пролистать Книгу До конца Это справочный аппарат Да Это справочный аппарат А конкретно Указатель имен И указатель фильмов То есть Совершенно Все имена И все фильмы Которые Упоминаются В книге Вот в этих Указателях Собраны И рядом С каждым Именем Или каждым Фильмом Перечисляются Страницы Где они упомянуты То есть Если Тебе интересно Что Ранцев Написал о фильме Догвиль Значит Вот открывается Этот указатель Догвиль Страницы 13 и 18 Соответственно Можно найти Таким образом Вот все это Компенсируется А как вот Все-таки строится Это рассказ О фильмах Или о личностях Режиссерах Там Ларс фон Трир Или отдельно Про его фильм Не-не Ну Все-таки Такой акцент На именно Фильмы Сделан На конкретный Материал Если там Идет Рецензия На фильм Антихрис То В основном Идет речь Об этом В фильме Ну и Поскольку Ларс фон Трир Большой режиссер То есть Ну какие-то Такие расширения О его других Фильмах Почему Там было так Почему Эта тенденция Продолжилась Здесь И так далее Вообще интересно Получилось Тексты Собраны Хронологически Но в том плане Что Каждый текст Помечен Годом Написания Там Соответственно С 2009 И Внутри года Там уже Есть определенная Логика И Первый Текст Это про Фильм Антихрист А последний Текст Про фильм Билла То есть У меня Получилось Что от А до Б Не до Я Не до З А ну Может это Такой Хороший момент Значит будет Потом до В До Г И будем Продолжать Дальше Насколько Вообще Меняется Роль Кинокритика Киноведа В нашем Обществе Поскольку Не секрет Что Даже Ну вот На западе Многие Кинокритики Сетуют на то Что их роль Уменьшается То есть Если раньше И мнение Какого-нибудь Авторитетного Кинокритика Смотреть фильм Или не смотреть Играло решающую роль Публика Ну вот Шла На фильм Или наоборот Отказывалась От фильм Студии Всячески Заигрывали Перед этими Кинокритиками Пытались Добиться Их расположения Даже Как-то Какими-то благами Куда-то Свозить Всячески Сейчас Очень часто Люди полагаются На мнение Друзей Или на какие-то Рейтинги Которые составляются Буквально Этими кликами Человек вышел Ставят Пятерку Десятку То есть Это какие-то оценки И за этим Ну то есть Это получается Какое-то мнение массы А не мнение Человека Потому что я Например знал Ну вот Когда следил Кинокритиков Я например знал Что если этому Кинокритику Не понравился Значит мне понравится Ну то есть Я ушел даже От обратного Вот что Что сейчас происходит Ну вот Как раз Даниэла Засмана В предисловии Пишет Что Дмитрий Не ставит фильмов Ни звездочек Ни галочек Ни вишенок И это Действительно Важный момент Потому что Я не хочу Заниматься Оценками Какими-то И Тем более Наверное Не собираюсь Вот направлять Зрителя В том смысле Что смотреть Или не смотреть Вообще Я за то Чтобы Смотреть Любой фильм Любой фильм Конкретно Все лизы Все лизы Тоже разные Непонятно Какие Вот он там Потайные струны Зацепит О которых Никто И даже Он сам Не подозревал И соответственно Очень трудно В этом смысле Направлять Я думаю Что Именно Именно Поэтому Вот Такая Функция Задача Критики Немножечко Меняется Раз уж Мы имеем Дело С многочисленными Блогерами И просто Вот С соцсетями Значит Мы уходим В сторону Большего Анализа И это Может быть Анализ Который Предполагает Что Фильм Уже И просмотрен И теперь Хочется Понять Что же Вообще Я такое Видел Кстати Я сам Ну вот Люблю Просмотрев Какой-то Фильм Который Я смотрел Зная Что Не буду О нем Писать Но Тем не менее Мне Всегда Интересно Что О нем Сказали Умные Люди Именно После того Как я Посмотрел Я Обязательно Ищу Какие-то Рецензии Нахожу Не всегда Нахожу С трудом Не всегда Доволен Но Вот Я думаю Что я не один Такой И люди Часто Подобными Вещами Занимаются Потому что Выходишь Из зала Что-то Вот складывается Какие-то Такие Первоначальные Эмоции Которые Может быть Сам человек Не может Артикулировать Не может Сам понять И Облечь В слова Эти эмоции Может Быть Вот Этот Критический Аппарат Который Дается Критиками И киноведами Он помогает Уже С этим Фильмом Наладить Контакт То есть Можно Можно Сказать Что Схема Взаимодействия С книгой Медитации Подробности Такова Сначала Человек Смотрит Фильм Потом Читает Книгу И Пересматривает Фильм Уже С поправкой На Может быть Какие-то вещи Которые он мог Не заметить При первом Просмотре Ну в общем Да Наверное Это так и есть Но Мне кажется Что тут Еще один момент Такой Благодаря Вот этому Справочному аппарату Который в конце Книги есть Ну скажем У меня нет В этой книге Рецензии На какие-то Фильмы Тарковского Тем не менее Вот там Имя Тарковского Упомянуто Достаточное Количество раз Я могу Вполне себе Представить Что Какой-нибудь Студент Который Пишет Курсовую По Тарковскому Грубо говоря Он возьмет В руки Мою книгу И найдет Вот Где упомянут Тарковский И для него Это откроет Какие-то новые Контексты Как упомянут Тарковский Почему В связи с этим Фильмом В связи с этим Фильмом Которые Этому студенту Помогут Ну Расширить Что ли Свой подход И понять Что-то другое О Тарковском И как-то Это по-своему Применить Даже если Это Нет этой статьи О Тарковском Конкретно То есть Вот Таким что ли Перекрестным образом Это тоже работает То есть Найти эти взаимосвязи Да А есть ли Какие-то фильмы Которые Хочется пересматривать Я имею ввиду Ну вообще Классику Кино Не обязательно Это что-то такое Текущее Вот Обращаться Просто Просто Даже ради удовольствия Получение удовольствия От фильма Да Я Конечно Я пересматриваю И вот Того же Тарковского Обязательно Пересматриваю И какие-то Фильмы Могу пересмотреть Например Высокий блондин В черном ботинке И снова Получить удовольствие От каких-то Других вещей Которых Я не заметил Когда-то Давно Или например Есть такой замечательный Режиссер Александр Ходоровский Вот Я Смотрел Два последних Фильма И думаю Что Надо пересмотреть Какие-то его Более ранние Знаменитые Работы Священная гора Святая кровь Вот эти вот вещи То есть Это все Обязательно Происходит И более того Фильмы О которых я пишу Я тоже люблю Так Перед Тем Как садиться Писать Но если есть возможность Хотя бы пару раз Посмотреть Вот Сбил Мне такая возможность Предоставилась Я сначала Ну вот Перед тем Как ехать на премьеру Буквально Мне продюсер Прислал ссылку Знаете Там вот Обычно они ставят На Вимио Ссылки с паролем Закрытые И я его так Посмотрел На маленьком экранчике У меня уже Сложилось что-то Но это мне Совершенно не помешало Уже на премьере На большом экране Насладиться Вот Всем этим И уже Сразу все Стало складываться И встало На свои места То есть это вообще Многократный просмотр Если это фильм И режиссер И стоящий Он Но структурирует Мышление И вот эту Интерпретационную Что ли Сетку Помогает Найти Причем Свою собственную Потому что Сколько зрителей Столько интерпретаций Да Это понятно Мы вот Сегодня уже звучало В нашем разговоре Выражение Трудности перевода Это касалось Ну вот Может быть Текста А вот Название Фильмов Ведь Наверное Одна из таких Ну вот Больших проблем Это То что Часто Фильм Иностранный фильм Получает В прокате Не совсем То Название Ну вот Иногда бывает Более коммерческое Меняется В лучшую В худшую Ли сторону Вот Вот С этим Например Вот Какое-то Мнение Вот Ну Я конкретно Об этом Специально Так не писал Мне не попадался Скажем Тут вот Фильм Космос Он Он и космос И на всех языках Космос Было легко Или Великая красота Соренцина Она так и есть Но Конечно Я против Такого Творческого Терекоммерческого Подхода Мне это Не близко И например Фильм Рейфа Файнс Про Рудольфа Нуреева Который Вообще-то В оригинале Называется White Crow Что означает Белая ворона И В русском языке Совершенно Соответствует Идиоматике Белая ворона Это человек Это человек Который выделяется Среди других Не соответствует Общему представлению И так далее А его перевели Как Если не ошибаюсь Рудольф Нуреев Точка Белый ворон Да Испугались Что наверное Если мы ворона В женском роде Приставим К герою Мужчине Это как-то неправильно Я не знаю Я не знаю Какие тут Цели Преследовали Вот эти люди Как они называются Которые Адаптируют Название Но я Честно говоря Против такого Бывают конечно Фильмы Названия которых Названия которых Заложена игра слов И тогда приходится Выкручиваться И тогда уже Бестворчество не обойти Но вот такие Конкретно прямые названия Которые к тому же Как белого ворона Идиоматически Совпадают В разных языках Мне кажется Это грех Переделывать настолько Ну классический вариант Конечно это Сам Лакет Ход И в джазе Только девушки Да Но вот это Одинственный вариант Удачный наверное Такой адаптации Когда А еще помните Этот замечательный Польский фильм Секс Миссия Который переводился Новый Амазон Там было понятно Потому что это было Поздно советское время И соответственно Слово секс Не должно было фигурировать А потом Мы его по моему Как-то показывали Уже без купюр Ну и уже Не стесняясь Названия Вот А например Что происходит С транскрипцией имен Ведь Но тоже не секрет Что Очень разные Есть варианты Прочтения И в русском языке Тоже русский язык Имеет свои Свои правила Я просто очень Помню Смеялся Вот в каком-то В какой-то статье Прямо было Вот написано Майкл Даглас Сын Керка Дугласа Да И вот это Ну вот Разное прочтение Фамилии Отца и сына Поскольку вот Дагласа уже решили Значит Как-то На более новый манер А Керка Дагласа Это уже вот Устоявшееся Абсолютно Сочетание Ну Это тоже Действительно Проблема И тут просто Надо ориентироваться На то Что Устоялось Что принято К тому же Я еще стараюсь Смотреть Ну скажем Аналогичные имена В каких-то Других сферах Скажем Есть такая Замечательная Актриса Сильви Тестю Французская А была Такая Теннисистка Французская Сандрин Тестю То есть У них совершенно Одинаково Пишутся Фамилии И Эта Теннисистка В свое время Была в топе И она звучала Там в прессе Мелькала То есть Можно было Вот ознакомиться С тем Как принято По-русски И соответственно Если бы уже Сильви И как-то По-другому Меня бы Вот это коробило А с другой стороны Был такой Забавный момент Есть Отличный Французский Режиссер Леос Каракс Он всегда был Лео Каракс А вот Несколько лет назад Буквально Критическая Общественность Российская Сказала Нет Отныне Правильно Леос писать Потому что Ну там вот Его Имя Фамилия Составлено Из Разных Имен Его Любимых Алекс И Оскар То есть К его Настоящему Имени Это не имеет Отношения Решили Что Так будет Правильно Решили И теперь Всюду мы Исправляем У меня В книге По-моему Он упомянут И он там же Леос Ну вот Что касается Книги Дмитрий Смароков Наш корректор Он очень Большую работу В этом плане Провел И какие-то Имена Скажем Вот Опечатпонг Вересет Акулу Упоминается Хотя Про него Нет статьи Но в связи С Аэком Карапетяном Вот такой Выход Интересный Он тоже Это все Исследовал Как это Все у нас Транскрибируется Как Писать на языке Оригинала В какой версии И так далее Это все Довольно Занимательная Работа Но Что касается Латышских имен То вот я тут За то Чтобы сохранять Окончание Все В русской Транскрипции То есть Иварс А не Ивар Например Да То есть Мне это кажется Уважительнее И в книге Это тоже так Ну я думаю Вот изменит смысл Еще раз ее показать И нашим Слушателям Напомню Что вот Совсем скоро Уже Это книга Сборник Текстов Дмитрия Ранцева Медитации Подробности Появится на прилавках Магазинов Если вы Киноман Если вы хотите Найти какие-то Новые смыслы Может быть Уже даже Увиденных вами В фильмах Не пропустите ее Спасибо Спасибо большое Дмитрий Ну и надеемся Что Тексты Новые тексты Которые Появятся Тоже Рано или поздно Выльются В новые книги Огромное спасибо За сегодняшнюю беседу Спасибо Олег Спасибо Всего доброго Субтитры